Глава шестая. Меценат и его клевреты продолжают развлекаться. Несколько дней спустя после первого появления куколки можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе мотылька. В другом углу, обнаженный до пояса, могучий Новакович, тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные как веревками, мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону. Телохранитель, — возвал меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного мотылька. — У меня руки в глине, а как назло щека зачесалась. — Почеши, голубчик. — Которая? — деловито приблизился к нему телохранитель. — Это что ли? Он почесал меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в бока, принялся разглядывать произведение мецената. — Морщин маловато, — критический заметил он. — Еще бы десяточек подсыпать. — Довольно-довольно, — испуганно закричал мотылек. — Ты рад из меня старика сделать? — Ну какой же ты старик. У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обоищуку перетянуть. — Отстань, черт. — Мотылек, а? — Сколько парикмахер берет с тебя за бритье? — Что значит сколько? — Обыкновенную плату пятнадцать копеек. — Да ведь работы-то ему какая уйма. — Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин, и там, внизу, во тьме, спотыкаясь почти ощупью, бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни. — Ну, поехало. Глупо. — Был у меня братцы-приятель, — начал, сев верхом на стул, Новакович, одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности. — И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. Одел его молодое, очень ему хотелось каких-нибудь усишек. И придумал он вещь неглупую, выдрал с затылка сотни-две волосков вместе с луковицами, потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой, и пошла работа. — Иголка ткнет в верхнюю губу, и сейчас же туда волос с луковицей ткнет, и луковицу в дырочку посадит, прямо будто виноградные черенки сажал. — Врешь ты все, телохранитель, не такой я человек, чтобы врать. Эта история потом наделала в сферах много шуму. Посадил он, стал каждое утро водичкой поливать. — И что же вы думаете? Ведь принялась растительность. Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчмяв гонял. — Очень терзался бедняга. Меценат, выслушав эту историю, рассмеялся, а Мотылек возмущенно воскликнул. — Телохранитель, всякому вранью есть границы. — Ты думаешь, я вру? — А если я тебе назову фамилию этого человека? — Седлаков Петр Егорыч, тоже, значит, вру. Он жил на Ирочной, а теперь переехал не знаю куда. Можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком жур. А Кузя, откуда бог несет? Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет. — Вот, друзья, какова сила печати. Не только куколку. Берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать. — А что? — Вот, замятка первая, в столичном утре. На днях, в роскошном особняке известного мецената и покровителя искусств — это я вам так польскил, меценат. — в присутствии избранной литературно-артистической публики — Мотылек, цени, это я тебе так. — впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление. А добрительный смех встретил эту заметку. — Это не все, господа. Вот литературная хроника новостей дня. В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды — поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепки стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как «мей» и «майков». В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта. — Ай да старушка в избушке верхом на опушке, — воскликнул мотылек, злорадно приплясывая, — смеху теперь будет на весь Петербург. — И наконец последняя заметка, — самодовольно улыбаясь сказал Кузя. — Нам сообщают, что Академии наук возбуден вопрос о награждении Пушкинской премии молодого поэта В. Шелковникова, произведение которого наделали столько шума. — Все. — Кузя. — Да как же редакторы могли напечатать такую галиматью? — Э-э-э, что такое редакторы? — цинично рассмеялся Кузя. — Они по горло сидят в большой политике. И их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства. — Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул. — Чужих приятелей из репортеров подговорил. — Сейчас у Давыдки стон стоит от хохота. — Там уже балладу сложили насчет скрипучей старушки. Признаться, очень неприличную. — Интересно бы сейчас увидеть куколку. Вот поди именинником ходит. А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет. Портрет свой у Дациара выставит. Фабриканты выпустят папиросы куколка. Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь. Только чуткий меценат расслышал. — Стучат, что ли? — То там. — Входите. — Вошел он. — Куколка. Элегантный, дышащий свежестью молодости. Оглядел всю компанию своими мягкими лучистыми глазами и кротко улыбнулся. — Я вам помешал, господа? Вы почему-то очень громко смеялись. — Это я о своем отце рассказывал, — нашелся телохранитель. Понимаете, он был до того высок ростом, что, когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился. — Как странно, — удивился куколка. — Зачем же это он так? — А вот спросите. — Глеб Иванович его звали? Куколка помедлил немного, потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал. — Господа, я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это. И неноходчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни. Это горячее восклицание куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись. Неужели сорвалось? — испуганно пробормотал мотылюк на ухо меценату. — Неужели догадался? — Куколка, — сухо сказал Кузя, — мы не понимаем, что вы хотите сказать этими словами. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта. Я знаю, знаю, — в экстазе воскликнул куколка. Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни. До встречи и знакомства с вами, все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я до сих пор, скромно ползавший, как червяк по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самым небесам. — Куколка, не улетайте от нас! — сентиментально попросил Новакович. — О нет! Вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает, и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами я был мелок и вял. Теперь я будто окреп и вырос. Друзья! Я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения. Многого я еще не заслужил. Но, друзья, я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня. Теперь у меня появился смысл и цель работы. И я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной и скажете вы тогда. «Да, это мы поддержали первые робкие шаги куколки, и это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю внес в благородный улей русского искусства». «И когда румяный феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу…» «Коньяк-то дома будете холестать, а ли куда пойдете?» – деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога куколки. «Е жили дома, то я послала бы за коньяком. Что было старого запаса, как губки высосали». «Кальвия Криспенила», – завопил мотылек. «Как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст куколки?» «Анна Матвеевна», – высокопарно сказал Новакович. «Вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире, в муках рождается истинный божьей милостью поэт». И прозаично докончил шепотом. «Нет ли у вас сахарцу многоуважаемая? Я бы пожевал сладенького». «Бестолковый вы народ, как погляжу я на вас», – проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахару и суя в руку Новаковича. «А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы на них, да пошел бы прочь в хорошую чистую компанию». «Имею честь кланяться», – ласково приветствовала ее куколка. «Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна?» «Здравствуй, здравствуй, голубчик», – благосклонно кивнула ему головой нянька. «Какое там наше старушечье здоровье? С ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое. Муравьиным спиртом советую натереть», – авторитетно посоветовал куколка. «Как приятно видеть», – тонко усмехаясь, сказал меценат, – сочетание в одном лице эскулапа с Аполлоном. «Куколка, будем пить коньяк?» «Я, собственно, не пью, но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами». «О, как вы все добры ко мне!» – чуть не со слезами воскликнул куколка, поворачиваясь во все стороны. «О, какая сладкая вещь дружба! Тот и оно, Кальвия Криспениловна! Распорядитесь!» «Какая тебе Кальвия?» – огрызнулась старуха. «И что это за человек? В морщинах весь ругается!» «Да морщина-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша!» «Будь я такой красавчик, как куколка, о-о-о, тогда бы я покорил весь мир!» «О, что я не могу, я не могу, я не могу, я не могу!» Продолжение следует...